Ну, друзья мои, это было новостью, то, что Кремль в 11-м году, даже в 10-м, я бы сказал, испугался до икоты, растущего протестного движения. Испугался до такой степени, что начал предпринимать спецоперации, все возможные действия. Уговорить Гарри Каспарова, Михаила Касьянова, кто там еще был, ну, кого угодно, Ходорковского, ну, невозможно было для того, чтобы имитировать оппозицию или выполнять какие-то согласованные с Кремлем действия, для того, чтобы сбить этот протестный потенциал. Ну, и наняли хмыря, которого только что выгнали там из яблока, и которого начали продвигать через националистов, через русский марш, через РНЕ, фашистов, через кремлевских националистов, это партия ДПНИ. Просто это его первое появление в окружении этих самых националистов. Огромные средства в раскрутку. Я тогда же об этом написал, что The New Times, Евгений Альбат, занимается раскруткой Навального. Там семья, жена, дети, обычная раскрутка. У них там проблемы были с деньгами. Ну, вот деньги появились, там, один из предпринимателей, который их финансировал, мне тогда же и сказал, вот, дали указание помогать финансово. 40 тысяч евро номер в месяц. Ну, вот и начали его раскручивать. Ну, просто рядом поставьте этого хмыря с теми, кто появился тогда на плакате, лидер оппозиции Алексей Навальный, которого еще никто не знал. И на фотографии Борис Немцов, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов. Ну, ну, сравните их просто. Это очень обидно, что многие, там, я не знаю, многие мои друзья попались на эту блесну. Это очень обидно. Но надо же исправлять. Ну, попались, ничего страшного, там все ошибаются. Вон Сергей Адамович Ковалев даже около вокзала с лохотройщиками. Встретился, они его обманули, домой поехал, долги им возвращать. У меня была похожая история. Ехал, ловил такси, остановились какие-то ребята, говорят, мы подвезем. По дороге начали объяснять, что им нужны деньги, им сейчас переведут. Нужна моя карточка в Сбербанке. Чуть не отдал. Когда они начали говорить, что заберут у меня эту карточку на время, им нужен код, ну, вот, все понял. Все, попадая в такие ситуации, всех можно обмануть. Ну, вот, настало время, когда надо прийти в себя, понять, что спецуха, спецслужбы, Кремль предпринял эти колоссальные усилия. Какие цели он перед собой ставил тогда, в 10-м, в 11-м, в 12-м году? Ну, во-первых, конечно, развал и дискретация оппозиции. Ну, появляются эти шапана с лозунгов «Жидов вон из России», ну, понятно же, что это провокаторы, обычные провокаторы. На митингах вдруг начинают выступать те, кто призывает, там, прижать предпринимателей, олигархов, не чиновников олигархов, которые к бизнесу не имеют отношения, а вот тех самых людей, которые пришли поддержать оппозицию, 100 тысяч которых, там, или 200 тысяч стоит на проспекте Сахарова. Там, там, ликвидировать частную собственность, вот, Сергей Удальцов, развал и дискредитация. Изощренный способ. Средства вкладывались в интернет-проекты на первом этапе, там, расследований особых не было, сливов. Потом уже понадобилось для того, чтобы поднять рейтинг. А сначала просто огромное количество троллей кремлевских на первом этапе, а потом уже и свои появились, своя маленькая фабрика. Ну, развалена оппозиция? Ну, надо же честно сказать, ну, да, развалена. Нету больше этих 100-200 тысячных митингов, ну, нету. Единой оппозиции? Да нет, конечно. Разобрелись все по разным углам. Главная проблема. Навальный действительно оппозиционер или нет. Пытались его использовать. Я помню разговоры, там, нескольких известных оппозиционеров, лидеров с Навальным. Попытка его привлечь. Ну, смешно пытаться какого-то провокатора, пытаться использовать. У него другие хозяева, другие цели. Конечно, ничего не получилось. Вторая цель тоже очень понятная, очень заметная. Возглавить оппозицию. И фактически заменить лидеров. Я надеюсь, что это совпадение. Убийство Немцова как раз, когда решалась эта задача. Но я, как серьезный аналитик, должен учитывать и такую возможность. И для этого нужно было устранить Бориса Немцова. Слишком влиятельно было, слишком основательно координировал деятельность оппозиции. Разговаривал там и со мной, и с Новодворской, и с умеренными оппозиционерами. И оппозиционерами, так сказать, близкими к Кремлю. Вот. Создали, заменили, раскручивали, раскручивали активно. Я помню, это передача о прессе на Эхе Москвы, которая, ну, просто вот каждую неделю, там, раз в неделю, по-моему, это передача. Вот все о Навальном. Во всех оппозиционных оплаченные посты, оплаченное присутствие его постов, держали их по неделе, каждый, там, я извиняюсь, высер незначительный, раскручивали, раскручивали основательно. И через негативную раскрутку действовали, там, вот. Лидер оппозиции, ах, какой ужасный, он возглавил протестное движение. Еще ничего не возглавил. Еще только работали эти тролли его, так сказать. Огромное финансирование. Огромное. Значит, из того, что я знаю, ну, многие предприниматели клюнули на эту удочку и начали давать деньги. И добровольно были те, кому приказывали давать. Были те, кого уговаривали эти делегаты Навального. Говорили, что Кремль не возражает, проблем у вас не будет. А мы вам за это, там, лоббизм какой-нибудь организуем. Ну, последние, там, несколько лет, это использование Навального в конкурентной борьбе вот этих групп диванных партий. Очень активно. И заодно продвижение Навального. Такой борец с коррупцией. Фонд борьбы с коррупцией. Ну, и понятно, что там бедного медведя, у которого не особенно скрывают, что у него есть резиденция, для которого фонд создавали благотворители, чтобы эту резиденцию оплатить. Ну, ни в какое сравнение не идет с остальными ворами, бандитами. Говорят, что это деньги Чемезова. То, что шло на Навального, на его раскрутку, на все эти офисы, компьютерную технику. Это все дорого, поверьте. Это очень дорогие операции. Там, просто регистрация партии западный выбор потребовала привлечения, ну, почти полумиллиона долларов. Сколько это? 40, значит, 20 миллионов рублей. Вот. Это все очень дорого, и это все оплачивалось. Использование оппозиции для того, чтобы сбить вот это протестное движение. Ну, конечно. То есть, необходимый момент, очень такой провокационный момент выходит с протестами молодежи. Воздействие на молодежь в основном осуществлялось, на неопытную молодежь, на молодежь, у которой нет опыта, и которая, глядя, так сказать, на Навального, ну, не понимала, не сравнивала, не могла этого сделать, не могла сравнить его с честными лидерами оппозиции. Вот. продвижение Навального осуществлялось вот этой негативной кампанией, очень сильной, очень мощной, отстранением лидеров, использованием националистических левых движений, там, за финансирование, видимо, не просто так, стимулирование бизнесов, ну, и не просто простое перечисление денег, ну, там, Евгений Чичваркин переводил ему. Это умный, опытный человек, ну, вот, возвращаясь к теме того, что, там, нас обманули, ну, ну, даже таких людей оказалось возможно нам обмануть. Это очень обидно, очень обидно. Ну, надо с этим справиться, ну, что же делать? Обманулись, клюнули на эту блесну, и вместо, там, таких людей, как, там, Каспаров, Немцов, Касьянов, Ходорковский, клюнули на этого хмыря. Бывает, ничего страшного. Ошибаются все. Идиот тот, кто не делает выводов из своих ошибок. Я сейчас вижу, там, идет очень активная дискуссия. Вот, там, сотник, бровой, еще там кто-то завидует. Ну, нет никакой зависти к тем, кто попался на эту блесну. Самое главное, ну, смотрите на результаты. Они добились своего, Кремль своего добился. очень изысканно изощренная кампания, в результате которых сбито протестное движение. Лидеры дискредитированы. Там, Гарик уехал, там, Ходорковский и не приезжал. Там, дискредитирован, там, Михаил Касьянов, лидер крупнейшая оппозиционная партия, партия народной свободы. Ну, ноль упоминаний. Просто запрещен к упоминанию. Вот. Здравомыслие. Пострадало здравомыслие, это важно, это, может быть, самое существенное. значит, провокатор Навальный, который, ну, которого использовали вот таким изощренным способом, там, с помощью негативной пропаганды, просто упоминаний. И в этом участвовали независимые средства массовой информации. Ну, просто это оплачиваемая, так сказать, деятельность. Помогали. Выводы каждый должен сделать свои. Да, обманулся. Ну, вот, честно взглянуть самому себя в глаза и сказать, да, обманулся, да, не распознал, не понял, там, действительно создали ситуацию ощущения безальтернативности. Ну, действительно, если не Навальный, то кто? Если не Навальный, это партия народной свободы, в которой достаточно лидеров, достаточно честных, последовательных людей. Партия западный выбор, не нравится там, яблоко в конце концов, ну, все что угодно, но что-то имеющее отношение к демократической оппозиции. все так как-то очень обидно, ну, для мыслящих людей, ну, цепляются за это, ну, вот он безальтернативен, но это же искусственное ощущение, оно создано пропагандистской компанией, оно создано Кремлем для того, чтобы у вас было ощущение безальтернативности, и как результат исчезновения этого протестного движения, превращение его в фейк, в такой обучающий процесс вышли, арестовали, посадили, вышли, арестовали, посадили, то есть понятно, что неподготовленные акции, это очень легко купируемые спецслужбами, Кремлем МВД акции, и они носят, ну, больше провокационный характер, больше отучают от протестов, чем призывают к протестам, и понимать надо, вот, нашу современную задачу, оппозицию надо возрождать, ну, практически с нуля, нужно этих лидеров подвигать к тому, чтобы возникли площадки, там, координированные совместные действия, ну, вот, это наша задача, я не знаю, заставить разрушенную оппозицию начать восстанавливать, как-то создавать, начинать надо с принципов, принципов демократических, оппозиция защищает не Сережу Удальцову, который выступает против частной собственности, не националистов, которым мешают, все еще мешают евреи, или там таджики, или кто-то еще, а принципы, принципы устройства, демократического устройства общества, ну, на этом надо сосредоточиться, ну, иначе вилы, бунт и возвращение там даже не в 1991 год, а в 1860 год, что, конечно, опаснее. ВОЛЬНЫЕ